Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Вам слово» в студии Максим Мельников. И сегодня в преддверии Нового года подводим итоги года уходящего вместе с главой сельского поселения Отрадинска Владимиром Афанасьевичем Цукановым. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Владимир Афанасьевич, ну давайте тогда начнем нашу с вами беседу. Как я уже сказал, сегодня хотелось бы подвести итоги уходящего года, каким он был для поселения. Ну и первое, чего бы хотелось коснуться, это передача некоторых полномочий из введения поселения в район или в область. Как это отразилось на работе? Ну, что я хочу сказать. Действительно, 2015 год для страны и в том числе для нашего поселения был непростым. Ну, первое, это экономически, как отразилось на нашей деятельности, нашими налогоплательщиками и в основном формируют бюджет, это предприятие бизнеса. И, соответственно, это бизнес, это продажа жилья, соответственно, уменьшился. Это бизнес продажа и оказание услуг. Поэтому только благодаря тому, что предприятия накопили огромный экономический потенциал за предыдущие несколько лет, удалось, соответственно, сохранить тенденцию формирования бюджета. И бюджет в размере 404 миллионов рублей был сформирован и, соответственно, утвержден. Расходная часть была утверждена в размере 480 миллионов рублей. С какими мы здесь встретились сложностями именно по нашему поселению? По нашему поселению у нас был старый глава сельского поселения. Я был председателем Совета депутатов. И в 55-й закон были внесены изменения Московской области по выборам главы. И в апреле глава действующий ушел в отставку, закончились его полномочия, и меня избрали новым главой. И меня избрали новым главой с исполнением полномочий председателя Совета депутатов. И получилось так, что тот, кто был первым замом у главы администрации, он стал исполняющим обязанности. Поэтому на первого зама сразу упало бремя всех проблем. Мы говорим сейчас о Зое Владимировне Басистой. Да, мы говорим конкретно о Зое Владимировне Басистой. И это продолжалось полгода. Поэтому только благодаря тому, что Зоя Владимировна, несмотря на то, что оказалась в такой сложной ситуации, она смогла удержать положение, что бюджет все-таки был выполнен. И в конечном итоге мы избрали на конкурсной основе руководителя администрации только с 1 ноября. И на сегодня у нас руководитель администрации сельского поселения Отрадницкая, на эзбасистой Зоя Владимировна. Поэтому вот это была основная трудность именно чисто по структуре нашего поселения. Ну а что касается полномочий, о которых я у вас в самом начале спросил, что здесь? Потому что я знаю, тоже достаточно много было проблем связано с этим, много сложностей, скажем так. Ну да, действительно, полномочия у нас в 2015 году ушли, это по архитектуре. Поэтому, естественно, определенным образом и отразилось на нашей деятельности. Ну первое, если раньше мы выдавали разрешение на строительство, за нами был контроль строительства полный, и выдача акта ввода в эксплуатацию объекта строительства, то эти все полномочия ушли в область. Поэтому застройщики стали, соответственно, несколько, переориентировались несколько в другом направлении. Поэтому с ними стало сложнее работать. Вот в этом плане у нас, как я еще выше скажу, достаточно много застройщиков, и это достаточно серьезно влияет на общую картину, обстановку, как в дорожной деятельности, соответственно, так и всех остальных вопросов поселения. Это вот основной такой момент. Но скажем, что и со следующего года мы тоже часть полномочий своих будем отдавать, и уже практически передали, это вопросы ЖКХ и вопросы дорожной деятельности. То есть здесь тоже, соответственно, я думаю, в какой-то степени может отразиться на определенном порядке в нашем поселении. Но опять же, наверняка это отразилось на кадровой структуре администрации. Ну да, это отразилось. Ну, скажем, у нас прошла все-таки так называемая оптимизация, все равно коснусь ее. И у нас из 50, точнее, да, из 51 человека фактически численность муниципальных работников осталось 6 человек. И технических тоже должностей осталось 5 человек. Конечно, это определенным образом отразилось. И плюс ко всему, мы тоже самое переориентировали свои МБУ, которые у нас занимались, на сегодняшний момент занимаются уборкой территории. Их тоже переформатировали. Значит, они будут заниматься чистым благоустройством. То есть у нас благоустройство, в этом плане, статус благоустройства будет гораздо повыше. – Понятно. Ну, также вот хотелось бы поговорить о сфере жилищно-коммунального хозяйства, потому что, ну, это действительно большой пласт. Все мы живем в многоквартирных домах, да, или в частных домах. Вот что касается многоквартирных домов, там, ну, всегда возникает много вопросов, много сложностей. Вот, например, в этом году началась активная реализация программы по капитальному ремонту жилья, которая была введена в прошлом году. Как оцениваете, потому что я знаю, были сложности, были трудности, были нарекания, и как оцениваете работу вот фонда капремонта, который должен производить какие-то работы? – Ну да, действительно, фонд капитального ремонта жилья начал с нами сотрудничать активно. Мы включились в эту работу, и мы, у нас, кстати, очень много объектов, которые подлежат капитальному ремонту. Это, соответственно, и по поселку Отрадное, там у нас старые дома, и по поселку Светлые горы, также есть и в Путилково. И вот на сегодня у нас уже проводится капитальный ремонт. Это поселки Отрадное, дом 4 и дом 9. Единственное, на сегодняшний момент, с какой трудностью мы столкнулись, это сейчас полномочия, соответственно, по передаче, значит, по ремонту общего имущества многоквартирных домов переходит из Министерства строительного комплекса в Минжекаха. Поэтому сейчас эти вопросы у нас каким-то образом тормознулись, и на сегодняшний момент только один объект деревни Путилково-Дон 7, который, это замена балконных плит, будет произведен. Что хотелось бы в этом плане сказать? Но иногда те вопросы, которые проводит фонд капитального ремонта, это по конкурсу, соответственно, проведение конкурса на тельные ремонтные работы, то вот эти конкурсы нужно проводить в то время, когда, соответственно, не плохие погодные условия. Но в основном, сами понимаете, капитальный ремонт, это бывает крыша, фасад, и получается, что конкурс проводится где-то в сентябре, иногда в октябре, и в зиму эти работы уходят. И понимаете, какое качество. Поэтому, конечно, вот этот момент аж согласования, соответственно, проведения этих работ и проведения конкурсов нужно, в общем-то, проводить достаточно грамотно. Ну, а качество вот этих работ, о которых вы говорите, администрация каким-то образом оценивает или все-таки это ушло вместе с полномочиями, допустим, в область или в район? Ну, вы знаете, пока мы, да, пока полномочия, вот на сегодняшний момент, скажем, они у нас, мы отслеживаем, естественно, все эти вопросы, а с 1 января все это уходит в район. То есть поселение никаким образом участвует в этом? Нет, мы будем участвовать в плане, ну, хотя бы какие-то выносить свои предложения, соответственно, по ремонту тех или иных объектов. Ну, вот смотрите, в продолжении темы ЖКХ, еще такой вопрос. Весной этого года управляющие компании проходили процесс так называемого лицензирования. В этой связи во многих муниципальных образованиях возникли сложности, возникли различные проблемы. Что касается поселения от Радненского, ну, во-первых, как оцениваете прохождение или получение лицензии управляющими компаниями, да, как оцениваете работу и возникли вообще сложности вот в этом переходном периоде? Да, действительно, лицензирование проходило, и скажу, что оно было достаточно непростым, потому что все предприятия чего-то выжидали, все знали, что нужно к лицензированию готовиться, и почему-то в последний момент, когда уже последний срок был, значит, сдача документов, только тогда начали сдавать, а некоторые и не успели. Но, скажем так, что у нас на сегодня 17 управляющих компаний, ну, 11 управляющих компаний, которые получали лицензии, 5 ТСЖ, которые не получают соответственно движения, и одна непосредственное управление. Значит, поэтому, скажем так, что лицензирование прошло, ну, достаточно нормально для нашей компании, то есть ни одна из компаний не ушла с рынка, но здесь мы муниципальные преференции советным депутатам были приняты, ну, вначале две компании пытались воспользоваться этими преференциями, но потом вроде как и не понадобилось. И одна из компаний, это главстрой эксплуатации, например, она только через суд смогла, соответственно, прийти опять управлять теми жиловыми домами, которые были. Поэтому на сегодняшний момент, конечно, есть некие проблемные вопросы с управляющими компаниями, ну, например, Пятнинские кварталы, это ОВЕКТОР СЕРВИС, ну, не всегда идет на контакт. Вопросы есть, но как-то очень медленно. Но все остальные, скажем, компании практически контактные, управляемые. И вот мы недавно проводили встречи с жителями, ну, скажем, есть, конечно, вопросы, но не очень такие сложные и проблематичные. В основном это касается, конечно, вопроса отопления, водоснабжения, качества воды и так далее. Но это в большей степени не к управляющим компаниям, а уже к снабжающим организациям. Ну, вот смотрите, опять же, про снабжающие организации. Я знаю, что в районе в целом, да, и по поселениям есть проблемы с задолженностями, да, то есть жители должны управляющим компаниям, управляющие компании должны поставщикам энергоресурсов. Вот по поводу долгов, как с этим обстоят дела в поселении, насколько все плохо или наоборот хорошо? Ну, знаете, я вам скажу, что вот как раз в этом плане, ну, можно сказать, удовлетворительно, удовлетворительно. Но на сегодняшний момент это у нас теплоснабжающая организация ООО «Теплосервис-М» имеет долг перед Газпром «Межрегионгаз» в размере 1 160 000, и они до 25-го, 12-го, 2015-го должны эти вопросы порешать. Но в большей степени это, скажем, вопрос к ООО «ЖСК» «Отрадная», это она имеет долги, которые практически не платит теплоснабжающая организация ООО «НИГМ», это у поселки «Отрадная». И вот здесь долги достаточно приличные, это где-то 5,8 миллионов рублей, это на сегодняшний день. И ТСЖ «Отрадная» 1,2 миллиона рублей. На сегодня, насколько я интересовался, теплоснабжающая организация ООО «НИГМ» подала в суд на эту организацию ТСЖ. Вот в этом плане. Ну, а так все остальное, скажем, долгов нет. Понятно. А есть какой-то, например, есть какая-то программа или какой-то график по решению вот этих всех долговых вопросов? То есть, вообще, как работаете с этим? Нет, а я вам говорю, что, ну вот эти вопросы мы собираем, соответственно, компании, объясняем ситуацию, вот, но некоторые идут, еще раз подчеркиваю, на контакт, заключают с организациями соглашения по реструктуризации долгов и, соответственно, исполняют. Но вот другие компании, они, видите ли, деньги собирают, а продолжают не платить теплоснабжающие организации и пользуясь только тем, что тепло зимой никто отключать не будет. Поэтому с такими компаниями приходится вот этим организациям работать через суд. Это единственное, что могу сказать. Ну, то есть, сегодня единственный инструмент, который... Единственный инструмент, да, когда суд может принять решение, соответственно, взыскать эти долги. Но, я подчеркиваю, в основном нет таких организаций, которые бы не платили. Ну, а что насчет, например, тех же сетей? Да, то есть, я знаю, что в наследство многим руководителям поселения достались плохие коммунальные сети. Да, вот здесь что-то было сделано в этом году, то есть, поменяли какие-то трубы, что... Да. Вы знаете, мы в этом году, ну, я скажу, хотел сказать, отвечая на ваш первый вопрос. Значит, значит, на коммунальное хозяйство потратили 36 миллионов рублей, то есть, к уровню 2014 года 90%. То есть, большое количество, соответственно, это тепловых сидей, это поселки Отрадные, поселки Светлые горы были поменены. Затем было поменено оборудование на водопроводных... То есть, на водозаборных узлах водопроводные сети были поменены. Затем электрические сети тоже самые были переложены. Но, скажем так, мы понимаем, что этот год был достаточно последним для исполнения полномочий в сфере ЖКХ, поэтому мы максимум проявили инициативы по замене этих сетей. Но я скажу, что на этом мы останавливаться не собираемся, хотя полномочия, подчеркиваю, с 1 января будет исполнять Красногорский район, но есть договоренность, что мы будем эту работу продолжать уже совместно районов и будем субсидировать район на некоторые работы. Вот, например, у нас на сегодня очень проблемный вопрос. Это в деревне Собурово, где на сегодня, вот опять жители, как с жителями мы 20-го числа встречались, в воскресенье, ставят вопрос, что нет воды в Собурово вообще. То есть вода ушла из колодцев, и мало того, и канализации нет. Поэтому есть договоренность с застройщиками Пятинских кварталов, что они нам сделают проект, и мы, соответственно, постараемся уже здесь будет конкурс проводить район, мы будем субсидировать и эту работу проведем. Также у нас такая... Это на следующий год запланирована такая работа? Да, 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 на следующий год. Мы не успели просто в этом году все сделать. Я говорю, объем работы очень был большой. И плюс ко всему, мы хотим такую же работу провести в Марьино. В Марьино то же самое, и в Ангелы. Это водопроводные сети, скажем так, в Марьино, они практически не ремонтировались многие-многие годы, лет по 50. И то же самое канализационные сети. Я думаю, и плюс ко всему вопрос жители поставили тоже по канализационным сетям в деревне Путилково. Тоже там где-то 240 метров канализационных сетей. Я думаю, что мы и этот вопрос в этом году постараемся закрыть. Я думаю, надеемся, что финансовых средств достаточно. Я тоже буду на это надеяться. Вот пока у нас прошло не так много, скажем так, холодного времени. Отопление включили у нас, по-моему, в начале октября, если я не ошибаюсь, с 1 октября. Каких-то крупных аварий не было на территории поселения? В плане сети? Я понял, я понял. Нет, не было. Ну, если говорить честно, в плане того, что и предпосылок таких не было на сегодняшний момент, видите, какие погодные условия? Ну, погодные условия пока радуют. Погодные условия, да. Ведь котельные работают в щадящем режиме, то есть в экономическом режиме. Поэтому вот этого нет. Конечно, в основном на сетях, сети показывают свою состоятельность и несостоятельность, это когда сильные морозы. Ну что же, продолжаем тогда сферу жилья. Я знаю, что сейчас активная застройка ведется в поселении. Сколько в этом году было возведено жилья, да, сколько было возведено социальных объектов, что тоже, кстати, немаловажно. Ну да, действительно, у нас одно из поселений, оно небольшое по размеру, но очень емкое по строительству жилья. Это, естественно, Путилково, сама деревня, это Мортенград, Путилково, где очень большой объем жилья строится. Это, соответственно, Микрогород в лесу, это Отрада, это Сабурово, ряд компаний, которые строят. Достаточно много. И скажу так, что несмотря на то, что есть проблемы в экономике, жилье продолжает строиться. Я могу привести некоторые цифры. Ну, скажем так, и жилье, и в какой-то степени и социальные объекты тоже самое. Но вот Микрогород в лесу в этом году 80 тысяч квадратных метров сдает. И уже практически сдал. Значит, они сдают очистные сооружения в этом году. Это тоже очень важно, потому что там много домов уже есть, очистные сооружения неполноценно работают. И в этом году они, конечно, школу не достроят, но я думаю, в следующем году школа будет построена. Школа большая, на 1100 мест посещений. Это одна из программ, знаете, снижения нагрузки на учебный процесс и отмены второй смены. Потому что как раз-то Ангеловская школа полностью переполнена, скажем. Плюс Мортон Гранд Путилково 30 тысяч квадратных метров жилья в этом году сдал и сдает. Ну и отрадно, естественно, что в этом году они запустили в полную эксплуатацию это детский сад на 225 детей. И в этом году они сдадут детский сад на 235 детей. Но пока еще его не запустят в эксплуатацию. Но это уже отрадно. Это уже прилично, потому что проблема именно детских садов у нас стоит очень остро. Потому что, ну, понимаете, что на сегодняшний момент по последней переписи нашей у нас зарегистрированных жителей 16,5 тысяч. Зарегистрированных. Ну, а реально эта цифра... А было 4 тысячи, когда поселение развивалось. А реально более 25 тысяч. И что самое интересное, люди идут к нам. Люди хотят учиться у нас. Они хотят и детей тоже самое в детский сад водить у нас. Затем отрады девелопмент. Это 15 тысяч квадратных метров жилья в этом году сдаёт. И плюс паркинг она сдаёт подземный на 500 машин и мест. И тоже отрадно в этом году отрада девелопмент начала строительство детского сада. Я думаю, в следующем году это на 220 детей посещений они тоже сдадут детский сад. Сколько всего будет, кстати, садов в следующем году сдано, да, или хотя бы начнётся процесс строительства? Ну, я вам сказал, что я думаю, что... Вот я уже назвал Муртенград, Путилково. Это детский сад они должны запустить на 235 человек. Это реально. И на 220, я думаю, к концу года должны и отрадные. Это отрады девелопмента, да, потому что отрады девелопмента достаточно быстро строят. Они очень быстро строят. Ну, а такого количества детских садов вот при таком количестве жителей достаточно? Или всё-таки... Не достаточно. То есть надо ещё. Не достаточно. Я вам скажу, что на сегодняшний момент утверждён проект застройки посёлка Отрадное. Где-то на 110 тысяч квадратных метров жилья. И плюс ко всему будет реализован проект застройки, значит, застроенной территории. То есть переселение из ветхого жилья в новое. Значит, соответственно, в этот проект планировки, это отрадно, подчёркиваю, вошло строительство ещё двух детских садов, школы на 900 мест и фитнеса, клуба или ФОКа, так называемого, физкультурно-оздоровительного комплекса. То же самое, достаточно большого. Вот это вот ближайшая надежда. Я думаю, что уже застройка началась. Я думаю, что социальные объекты в следующем году начнут тоже строиться. Это вот этот момент. И ещё, конечно, один момент, который я хотел отразить. Сегодня нам крайне необходима поликлиника. Крайне необходима. Такое количество людей уже в нашем поселении. И вот в том проект планировки, о котором я говорил, там запланировано строительство на 150 посещений смену амбулатории. На сегодня 50 в амбулатории. И в Путилково тоже около где-то 100 человек в смену. Но это совершенно недостаточно. Поэтому вопрос Мортенград обещает, и у них это заложено в программу, насколько я понимаю. Вот я беседовал недавно с генеральным директором. То же самое во второй половине 2016 года начнёт строительство, наконец, поликлиники. Она там крайне нужна. И были переговоры тоже с микрогородом в лесу. Это в районе посёлка Отрадное. И Отрада Девелопмент тоже выросла своё согласие участвовать в этом проекте. И земельный участок тоже определён. И есть намерение строить поликлинику Иватрана. Но, скажем так, здесь я не могу сказать по конкретике, потому что ещё конкретные цифры не озвучены. Понятно. Спортивные объекты, то есть социальные и спортивные объекты вы сказали. А что касается объектов культуры. Я знаю, что буквально на днях учреждение, культурный центр отметил своё пятилетие. И я на нём присутствовал. И там много говорилось о том, что всем желающим не хватает места. Даже несмотря на то, что постоянно администрация находит площади. Выделяет новые какие-то здания для занятий именно культурного центра. Если будет расширяться поселение, каким-то образом будет ли расширяться, опять же, культура? Вы знаете, вот я могу, некие цифры тоже вам по культуре, по финансовым средствам вложены в культуру. В этом году мы вложили в культуру 54 миллиона рублей. Вы понимаете, что это большие деньги именно для такого мероприятия. Это не коммунальная сфера и так далее. Да, действительно, культура, именно объекты культуры пользуются у нас огромным спросом. Ну, первое. Во-первых, да, первое. Этот вопрос поставлен на профессиональную основу. Не культура в поселении ради того, чтобы она была, а именно на профессиональную основу. То есть, подобран именно высококвалифицированный персонал. И по первому помещению, которое было всего лишь 50 квадратных метров, которое было открыто, сразу показало востребованность, соответственно, этих объектов. Детей очень много. Дети хотят учиться. И вы знаете, когда уровень нашей культуры поднялся на то, что мы стали победителями конкурса, и вы об этом знаете, как лучшее муниципальное учреждение культуры среди сельских поселений Московской области в 2014 году, это уже показатель. Поэтому мы можем конкурировать, соответственно, и с объектами культуры в Москве. Поэтому востребованность большая. И на сегодняшний момент мы, говорю, открыли 4 таких объекта. И главное, все это идет по возрастающей, по тенденции развития достаточно высока. И мы открыли в Отрадном почти 900 квадратных метров от центра культуры. И уже этого не хватает. Уже 235 человек там обучаются. И очередь, я скажу, что мы не будем останавливаться на достигнутом. И по мере того, как будут возводиться объекты, ну, пока у нас нет возможности построить дворец культуры с колоннами. А вот то, что в каких-то местах, где можно будет снимать или снимать площади, или выкупать эти площади, то мы будем продолжать эту тенденцию. И на сегодня я подчеркиваю, что культура именно в воспитании подрастающего поколения занимает одно из серьезных и приоритетных мест. Не могу не спросить о том, что все-таки поселение строится, становится больше жителей. Естественно, больше становится автотранспорта. Естественно, нагрузка на существующую дорожную инфраструктуру, она увеличивается. Здесь каким образом будете решать проблему, каким образом будете вот эту сеть дорожную расширять, и для того, чтобы автомобилистам было где ездить, а не стоять в пробках? Вы знаете, мы очень много внимания уделяли, и в этом году я могу даже назвать некоторые цифры определенные, именно дорожной сети. У нас очень высокая нагрузка на дорожную сеть. Ну, первое, через нашу территорию проходят две достаточно крупных областных трассы. Это Путилковское шоссе и Пятнинское шоссе. Но и есть трассы, которые, соответственно, ну, не трассы, а дороги, которые относятся к сельскому поселению. Мы в этом году, ну, я так скажу, у нас 34,4 километра дорог общего пользования. Значит, скажу, что в 2015 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог площадью 27 тысяч квадратных метров на сумму более 30 миллионов рублей. Я могу сказать, что дороги построены в деревне Собурово, но построены, они были отремонтированы точнее, но нагрузка на них колоссальная, потому что там очень много застройщиков. Понимаете? И большегрузы ходят, и эти дороги опять приходят в негодность. Соответственно, сейчас то же самое распутится, как весной, а большегрузы, многотонники продолжают по этим дорогам ездить. Конечно, любая дорога не выдержит такой нагрузки. Но здесь еще один момент, что опять, к сожалению, со следующего года у нас эти полномочия ушли. Мы уже решением Совета депутатов передали все дороги, всю дорожную сеть в Красногорский муниципальный район. Конечно, будем пытаться работать то же самое по субсидиям, какие-то, если дороги необходимо отремонтировать, если руки не дойдут у Красногорского муниципального района на тельные дороги. Но все равно будем дороги содержать в надлежащем состоянии. Ну, я могу, конечно, провести примеры. Вот у меня список есть, какие дороги построены, если это необходимо. Ну, хотя бы приблизительно. Да, вот, например, в деревне Гаврилково дорога была сделана на сумму миллион рублей. Значит, в поселке Отрадное практически между домами восстановили всю дорожную сеть между домами. Новый асфальт положили и так далее. Где-то на общую сумму около 8 миллионов рублей. Затем Гаврилково-Новогорск-Гаврилково дорога отремонтирована была, потому что там тоже достаточно все время разбитая была дорога из-за строительства поселка Эдем. И это сделали. Затем, я уже говорил, дорога в Собурово до кладбища была сделана. Значит, по самой деревне Собурово была сделана дорожная сеть полностью. Ну, и, конечно, еще плюс ко всему я хотел сказать, что к этим дорогам мы построили тротуары. Вот, например, в деревне Собурово тротуара никогда не было. Только была центральная дорога. Вы представляете, в зимний период особенно, да в любой период, идут люди и едет автотранспорт. И на большой скорости, и как угодно. И поэтому, ну, что самое удивительное, люди вначале воспротивились строительству тротуара. Почему? Не знаю, говорят. Он же прошел мимо их земельных участков, мимо их домовладений. И они посчитали, что если раньше от их окон люди ходили там в 30 метрах, то сейчас они будут ходить в 10 метрах, это не очень. Но, а вот, я говорю, недавно люди с благодарностью отнеслись и сто раз сказали, хотя сами признались, что они были против этого тротуара. Точнее, даже это больше не тротуар, а тротуар то, что примыкает к дороге. А это именно асфальтовая дорожка, по которой, да, для пешеходов, где с детьми можно гулять и так далее. Вот это вот очень большой работа сделали. И еще мы построили тоже, это от школы, ведь много в школу ходят в Маринскую, детей из поселка Собурово, Собурово-Отрадное. Поэтому там тоже самое тротуар сделали. Тоже тротуара не было. И там рядом с дорогой сделали прекрасные тротуары. Сейчас тоже самое очень-очень востребованное. Вот, кстати, смотрите, в Москве, например, дорожную транспортную проблему решают строительством различных веломаршрутов, велодорожек. В Отраднинском ничего такого не планируете сделать? Вы знаете, вот честно, да, нет. Пока, может быть, не дошли руки пока вот за этот период, да, а с первого января полномочия уходят, может быть, даже и не удастся. Но я думаю, что, может быть, и этот вопрос рассмотреть. Хотя я знаю, что велосипедисты вот ездят по этим дорожкам, которые мы построили для людей. Они ездят все равно. Конечно, ну, скажем, можно как идею эту подать и развивать дальше. Ну что же, последнее, что касается рабочего вопроса. Хотелось бы спросить вот о чем. По мнению губернатора области, которую он озвучивал неоднократно, Андрея Воробьева, я имею в виду, сегодня нужно уделять больше внимания развитию малого и среднего предпринимательства. А насколько вообще развит малый и средний бизнес в поселении от Раднинска? Да, что бы хотелось добавить или исключить из этого сектора? Да, но, скажем так, что я цифры приведу. На сегодня у нас зарегистрировано 54 предприятия малого и среднего бизнеса. Много или и мало, сложно сказать, но если сравнивать с 2014 годом, то, соответственно, прирост 20%. Ну, это вот... Но... Это касается того, что становится, естественно, больше жилья, больше людей. И получается так, что это в основе на сегодняшний момент торговля и сфера услуг. Где-то всего на этих предприятиях работает порядка 240 человек. В чем проблема? Вот что бы хотелось добавить, о чем вы говорите? Да, мы и дальше будем развивать малый и средний бизнес. Предпосылки все есть, потому что вы видите, что жилье возводится. Соответственно, на первых этажах жилых помещений есть объекты для малого и как раз и среднего бизнеса. Но вопрос производства. Ни одного бизнеса производственного нет. А есть ли условия для этого? Вот в том-то и вопрос, что получается огромная плотность застройки. Земельные участки все перераспределены. И для, соответственно, производства необходимы какие-то санитарно-защитные зоны. Вот этого нет. Из-за этого где-то в других регионах Подмосковья, конечно, развивается. А у нас вот этого не хватает. Но, сами понимаете, производство это, соответственно, и рабочие места, и доходность достаточно высокая, и оборот, и так далее. Вот этого не хватает. Хотелось бы, конечно, это... Но, я говорю, пока только услуги и торговля. Торговля, да. И торговля, да. Это вот, знаете, сеть магазинов ОК, там очень много объектов малого бизнеса, которые снимают то же самое в аренду. Вот, у нас достаточно много. Ну, а, например, какие-то офисные помещения? То есть, офисные здания, офисные помещения? Ну, на сегодня в основе, вот именно предоставлением офисных помещений занимается застройщик Отрады Девелокмента. Вот, они в прошлом году сдали офисных помещений на 5000 квадратных метров. И у них, вот я вам говорил, по проекту планировки, который утвердили им в поселке Отрадное, планируется возведение еще 120 тысяч квадратных метров. Это о чем-то говорит. Вот тогда привлечение достаточно будет большое. Потому что из Москвы многие уходят к нам сюда, вот на периферию определенную. Да, вроде бы и рядом с Москвой в то же время у нас несколько другие, другая аренная плата, соответственно, другие условия. Не такие пробки. Поэтому вот это вот только вот в этих рамках развивается, вот именно в этих. Больше у других застройщиков таких нет. Они строят или жилье, и, соответственно, социальную какую-то сферу, и все. Владимир Афанасьевич, мне подсказывают, что времени у нас практически не остается эфирного. Поэтому, поскольку мы с вами встречаемся в преддверии замечательных праздников, это Новый год и Рождество, хотелось бы услышать от вас поздравления с наступающими вот этими праздниками. Пожалуйста. Да. Уважаемые жители Красногорского района, Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками. Это Новым 2016 годом и Рождеством Христовым. Текущий год для нас всех был непростым. Это кризисное явление в экономике. Это политическое напряжение в мировом сообществе. Хочу пожелать, чтобы вы все проблемные вопросы постарались завершить в этом году и по мере возможности рассчитались с долгами. И в Новый год вошли обновленными, с новыми идеями и неувидающей верой в светлое будущее. Здоровья вам, мирного неба, успехов во всем, удачи и благоденствия. Храни вас Господь. Ну что ж, Владимир Анатольевич, спасибо большое за такие теплые слова. Мне также хочется поздравить вас с наступающими праздниками. Ну и пожелать, конечно же, удачи в работе в 2016 году. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы подводили итоги уходящего 2016 года вместе с Владимировым Афанасьевичем Цукановым, главой сельского поселения Отраднинское. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова